Всем привет, друзья! У нас сегодня 14 февраля и соответствующая обстановка. Я решила к этому прекрасному дню всех влюбленных соответствующий украсить свой уголок. Надеюсь, вам нравится такое оформление. Если да, то поддержите меня пальчиками вверх. И пользуясь случаем, хочу абсолютно всех вас без исключения поздравить с Днем Святого Валентина. С Днем всех влюбленных! Пожелать настоящей, крепкой, вечной, бесконечной любви. Быть любимыми и самим любить. И пускай это прекрасное, светлое чувство никогда вас не покидает. Счастья вам и гармония. И заботитесь, и любите, и оберегайте своих родных и близких. И мне кажется, только ради одного этого прекрасного чувства, любовь, стоит жить. И говорить спасибо, что мы есть, и мы живы, и у нас все хорошо. Кстати, за вот этими шариками я сегодня бегала полдня. Не могла найти шарики в форме сердечек. И нашла их только в простой. Это у меня фирма. Веселая затея. Я взяла две упаковочки. В каждой было по 4 шарика. Красного и белого цвета. Без абсолютно какой надписи. Давайте, наверное, покажу, что я приготовила любимому. К сожалению, в этом году, 14 февраля, я буду праздновать сама дома. Потому что Леша уехал в командировку. Но уже завтра он будет дома. И у нас день всех влюбленных в этом году будет проходить 15 февраля. Я зашла в простор и купила ему шарфик. Потому что свой предыдущий шарфик, к сожалению, он посеял. Мне кажется, такой красивый синий цвет будет прекрасно сочетаться с его голубо-синими глазками. В стиле Барбари. Состав при этом неплохой. Здесь хлопок и полиэстер. Поэтому заходите. Там сейчас на шарфике очень много скидок в просторе. И также предварительно заказывала в интернет-магазине Топ Сикрет. Такую ему милую футболочку пола. Она идет из 100% хлопка. Очень хорошего качества. И цвет такой классный. Бордово-сиреневый. Я решила своей любимой половинке подарить те подарочки, которые реально полезны и ему необходимы. И которые он будет носить с огромным удовольствием. И вспоминать меня с любовью. Также в просторе по скидке я наткнулась на пенку. Аэрозой Пантенол. Селых 7% от Эльфа. И также Салоя с 3%. Я думаю, что эта пенка еще лучше обладает регенерацией кожи. Потому что моя предыдущая от Фармаком практически закончилась. Поэтому мне в помощь буду продолжать лечение своей кожи, головы. В принципе, это все. Также зашла, купила свои любимые конфетки, кокосики. Это Кокоду. Кто любит кокос, Рафаэлки, советую вам. Здесь очень много кокосика. И они в темном шоколаде. Хорошие. Так, кто будет спрашивать, что у меня сегодня на губах. Сразу показываю свою губную помаду-карандаш от Эльф. Это у меня оттенок натуральный. Вот. И она у меня сегодня на губах. На глазках у меня пигмент Инглот. И на ноготочках это лак Ле Туаль. Все названия, все номерочки я напишу под видео, кому это интересно. А теперь, как и обещала, буду показывать свои последние два заказика с сайта iHerb. Новинки декоративной косметики с iHerb я уже показывала. Мы вместе ее с вами тестировали. Делала макияж. Поэтому, кто еще не видел данное видео, обязательно проходите и смотрите. Первая это маска Азелик. Я ее уже показывала неоднократно в своих видео и в уходовом влоге, и в своем обновленном уходе за лицо. Маска идет очищающая на основе глины, азелиновой кислоты. В составе присутствует гликолевая кислота, пентенол, алоэ вера и другие натуральные компоненты. Маска идет очищающая против черных точек, против высыпаний и против пигментных пятен. Для сухой, для очистительной кожи это не вариант, потому что кожу она все же подсушивает. И первое время после смывания кожа красная. И на следующий день может кожа интенсивно отшелушиваться. Но тем не менее она работает, очень экономично расходуется. И здесь огромный объем целых 140 грамм. Поэтому у кого есть такие проблемы, советую от всей души. Маска замечательная, хотя я поняла ее не с первого раза. Следующая это вот эта замечательная повязка Этюд Хаус. Сначала я расстроилась, думаю, ну блин, ну повязка и столько стоит. А потом поняла, что качество очень классное. Я ее уже стирала раза 4, и с ней абсолютно ничего не происходит. И очень приятный вот этот материал, который прекрасно впитывает влагу. Приходит она вот в таком вот пакетике. Следующая это свеча. Love. Чакра любви, которая находится под пупком. Очень такой приятный аромат. Я не знаю, чем это пахнет. Но когда вы зажигаете свечу, я сначала думаю, это какая-то ерунда. А потом этот приятный аромат распространяется по комнате. Но он настолько еле-еле уловимый и ненавязчивый. В принципе, он таким и должен быть. Потому что свеча полностью натуральная. Я выбирала, думала или счастье, или любовь. Выбрала, конечно же, любовь. Потому что я за любовь и за счастье. В принципе, счастье, наверное, тоже нужно будет заказать. Следующая это арахисовая паста. Я заказала уже какой-то третий или четвертый вид. Но больше всего мне нравится именно арахисовая паста с белым шоколадом. Она самая вкусная. Она у нас просто разлетелась моментально. Хотя, наверное, большую часть уже я сама и скушала. Это идет классическая, абсолютно без сахара, без каких-либо добавок. Она, конечно, вкусная, такая же питательная. Но все равно с белым шоколадом намного-намного вкуснее. Если вы не хотите сахара, то можете брать вот этот вариант без ничего. Полностью она настоящая, органическая. Состав очень классный и вкусный. Далее, пробный продукт. Это вот такой заменитель сахара на основе стивии и других натуральных безвредных компонентов. Да, он сладенький, вроде бы ничего. Но все равно есть какой-то привкус незначительный. Но он есть, что это не настоящий сахарок. Но, тем не менее, кому нельзя сахар, то вот это замечательный вариант. Лучше, по крайней мере, чем наши заменители, которые продаются в аптеках и в магазинах. Потому что те еще наносят вред нашему организму. Следующее, что я вам уже показывала, это уход за волосами. Эти два средства уже фигурировали в моем уходовом блоге. Сначала я заказала вот этот шампунь с биотином, с биокомплексом Медрелепс. Я хотела еще заказать такой и кондиционер, но, к сожалению, его нет пока в наличии на iHerb. Поэтому я заказала сначала вот этот натуральный. Он без парабенов, без силиконов, без сульфатов. Здесь куча витаминов, экстрактов и алоэ вера. Почему я взяла именно биотин? Потому что биотин прекрасно и укрепляет, и стимулирует рост волос. Плюс он наши волосы уплотняет, утолщает. И за счет этого постепенно они становятся более объемными, более густыми. Поэтому советую, кому не хватает объема, густоты, плотности волос, вот этот шампунь замечательный. Я им помыла волосы, к сожалению, мои волосы все равно не такие густые, как прежде. Посмотрите, вот и вся моя густота волос. Хотя я специально заплетала косу, чтобы они были более густыми. Волосам я уже практически вернула первоначальный блеск. И все благодаря вот такому замечательному кондиционеру Rainbow. На основе бесцветной хны, биотина и в составе есть кокосовое масло. Единственное, что я его использую не как кондиционер, а как питательную восстанавливающую маску на ночь. И упаковочки такой 240 мл мне хватит всего лишь максимум раза на 4. Но поверьте, оно того стоит. Я беленько, на чистые, на подсушенные волосы наношу этот кондиционер. Все заматываю в гульку, оставляю на ночь, а потом смываю. И волосы реально более приятные, эластичные на ощупь и более блестящие. Надеюсь, что скоро я верну и густоту волос. Я решила отращивать эту челку, потому что раньше я ее обрезала. Так как мне чересчур было много объема волос, то теперь мне его не хватает. И я буду отращивать волосы, бороться с выпадением, чтобы они стали густыми и объемными, как прежде. Вот реально у меня волосы более редкие. Не только из-за того, что мне их много повыдирали, а из-за того, что горячим воздухом, просто горячины, мне их иссушили и они очень сильно стали тоненькие и ломкие. Также я заказала давнешнюю хотелку. Это 15-дневная программа очистки детоксикации организма. На нее много положительных отзывов и пишут, что она довольно-таки мягкая и деликатно очищает организм от токсинов. Приятный, классный натуральный состав, много хороших компонентов, травок. Здесь в упаковочке идет 3 баночки. Я пока не использовала эту систему очистки. Я думаю использовать ее, пройти курс 15-дневный или до 8 марта, или уже после. Но обязательно расскажу вам более подробно, что и как и результаты применения. Или уже в пустых баночках, или в отдельном видео поподробнее. Но кому интересно, я ссылочку оставлю. Можете изучить и отзывы, и составы этой программы для очищения, для детоксикации организма. Следующая это спирулина. Я взяла вот такую вот на этот раз. Здесь огромный объем 200 таблеток по 500 мг. Такая вот фирма. Я пока ее раньше не брала. Давай сейчас при вас открою и посмотрим, что здесь за капсулы. Спирулину я также принимаю курсами. Здесь, кстати, не капсулы, а вот такие вот таблеточки. Запах очень ярко выраженный спирулины. И он отличается от той спирулины, которая продается в наших аптеках. Поэтому эта констрация намного выше. Можно использовать и для приема внутрь, и делать маски снаружи. И обвертывание со спирулиной. Также заказывала витамин С по очень выгодной цене. Здесь у нас в упаковочке 60 коксул. И очень хорошая, высокая дозировка 1000 мг. Это фирма California Gold Natural. Я беру ее впервые. До этого у меня как раз подходят к концу витаминки С от 21 века. Там дозировка по 500 мг. Но все равно даже та дозировка нас прекрасно защищала всю зиму от простудных, от вирусных заболеваний. И мы с Лешей были бодренькие, здоровенькие и крепкие. Поэтому совету витамин С. Это также прекрасный антиоксидант. Хотя бы пойдите, купите в аптеку самую обычную витамин С. Но дозировка должна быть минимум 500 мг. Учитывайте это. А если вы болеете, то витамин С поможет быстрее привести вас к чувству и быстрее быть здоровенькими и крепкими. Далее это пробный продукт. Там за копейки, за 1-2 доллара вот такие вот пробиотики 30 млрд. Такая концентрация очень хорошая и они реально работают. Я буду их принимать именно после этой очистительной системы, а потом переходить на витаминные комплексы. И кстати, я сейчас принимаю биотин только уже не по одной капсуле, а по две. Потому что мне нужно интенсивно укреплять свои волосы и максимально быстро их отращивать. Поэтому не только нужно принимать вовнутрь биотин, но и снаружи уход для волос должен быть в составе с биотином. И будет вам счастье, будут у вас красивые, здоровые, крепкие, ухоженные волосы. И последнее это 2 продукта для Леши. Одни вот такие капсулы для очищения мочевого пузыря и почек. Это у нас также Natural Way. Такая же фирма, по-моему, да, как и вот эта очистительная система. Очень хороший натуральный травяной состав. Они очень мягко и деликатно работают. Особенно для профилактики, если у вас есть склонность к образованию солей, камушков, то советую хотя бы 1 раз в полгода пропивать. Если у вас нет возможности заказать такие капсулы на iHerb, то хотя бы покупайте в аптеке раз в полгода по 2 упаковочки фитолит, форты и пропивайте. И у вас никаких проблем с почками и с мочевым не будет. И последнее это Opti-Man. Леша попросил заказать мне эти капсулы, потому что в наших спортивных магазинах для спортсменов очень популярны эти мужские витамины. Они очень сильные, состав просто шикарный, насыщенный, такой концентрированный. И эти витамины работают. Леша от них в полном восторге. Наверное, в будущем закажу и Opti-Woman для себя такие же витаминки американские. В принципе, все. И последнее это патчи Secret Cave. Я уже неоднократно их показывала. Здесь у нас в упаковочке 90 штук. 60 штук золотых, пропитанных хорошо гелем патчи для кожи вокруг глаз. И таких 30 кругляшек. Мне нравится использовать их по утра. Мне нравится их использовать по утра против отечности и при пухлости. Но все равно мои самые любимые это золотые патчи Petit Fee. Так, а теперь давайте посмотрим, что за плойка мне пришла с американского сайта Resistable Me. Вернее, не для меня, а я специально заказывала ее для вас, чтобы разыграть в конкурсе к 8 марта. Так что, девочки, ждите. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. Как раз шла домой с магазина, увидела уведомления, сразу у меня тут под домом почта пошла, забрала. Вот такая вот замечательная плойка для локонов. Она стоит, по-моему, долларов 50-60. Не знаю точно, там бывают акции на этом сайте. Давайте посмотрим. Такая вот коробка добротная. Здесь нужен будет переходник для вот такой резетки. Такая плойка. Захватывает она прядь и делает вам локоны. Мне кажется, очень классная штука. Здесь еще что-то. Наверное, водичка заливается и паром вам делают локоны. Очень интересно. Поэтому ждите розыгрыша данной плойки. Я думаю, что победительница будет очень ей довольна и постоянно ее использовать. Потому что при том, при всем, что она делает локоны, завивает она еще и минимальный вред причинять вашим волосам. А если вы будете использовать еще и термозащиту, то ваши волосы будут красивые, здоровые и блестящие. Девочки, теперь хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку, что вы меня очень поддержали, вошли в мое положение после посещения неудачного салона. И что сделали с моими волосами. Кто меня смотрит давно, тот понял всю плачевную ситуацию. Поэтому за вашу поддержку, за ваши позитивные, добрые слова огромное вам спасибо от всего сердца. Как получилось, почему я сразу не встала и не пошла, не сама начала сушить феном волосы, не психанула. Девушка очень странно меня подстригала. То есть она отсоединяет одну прядь, подровняла ее и начинает сразу мне сушить волосы горячим воздухом. При том, что она мне их нормально не прочесывает, она мне начинает их расчесывать от самого корня. То есть расческа запутывается, она начинает ее тянуть, волосы выдираются, а фен продолжает быть направлен на кожу головы. Поэтому и получился у меня сильный ожог в некоторых местах. Если бы она мне сразу сушила таким горячим воздухом, я бы просто не стерпела. Так вроде посушила, я немножечко успокоилась, потом снова она мне начинает сушить, потом снова. И так на пол головы я уже начала кричать, что она потом хоть как-то сделала температуру пониже. Видимо, ей не очень нравится сушить долго волосы, они объемные, длинные. Она решила по максимуму быстро все мне высушить и сразу подстричь, справиться и все. И до свидания. Короче, я не хотела жаловаться, не брала книгу жалоб, не хотела устраивать этой девушке проблемы. С одной стороны, мне было ее жалко. Но вы знаете, я в субботу сидела, у меня настолько болела кожа головы. Я не стерпела и решила написать отзыв в их группу ВКонтакте. Там, в принципе, отзывов и никаких не было. И тут девушка-администратор мне написала обличку, извинилась и попросила, чтобы я ей сбросила фото, потому что типа у меня ожог первой степени. Я говорю, что во-первых, я не писала, что у меня ожог первой степени, но объяснила всю ситуацию. Она все равно мне попросила сбросить ей фото. Я говорила, что как вы себя это представляете? Она говорит, что мне нужно фото, чтобы я уволила эту девушку. Я говорю, что я вам фото делать не буду, девушку увольнять не нужно, я против этого. И только из-за этого я не написала жалобу в их книгу и никого не вызывала и не устраивала скандал. Я попереписывалась с этой девушкой, она вроде бы как и не сильно поверила. Я ей предложила отправиться к трихологу, чтобы трихолог-врач не посмотрел на аппарат из состояния кожи головы. От чего она отказалась? Потому что я сказала, что эту процедуру будете оплачивать вы. Она отказалась, сказала, что неизвестно, что там у вас кожа головы и это после нас или не после нас. Но извинилась, предложила мне вариант, может вы у нас ногти сделаете. Я написала, что спасибо, ногти я делаю сама и за волосами я умею прекрасно ухаживать. И я надеюсь, что максимально быстро их восстановлю и все будет хорошо. И мне реально очень жалко, что все так получилось. И что я блогер и я знаю, как ухаживать и за ноготочками, и за своими волосами. И сама могу кому угодно дать совет. И все. После этого она мне ничего не написала. Тут вчера в понедельник начинаются гадости. Во-первых, увеличилось количество дизлайков под видео про ситуацию сложившуюся, про неудачное посещение салонов. И мне по двумя фотами в инстаграм начинают писать девушки гадости. Причем все девушки с Николаева. Как выясняется в процессе переписки, им всем кто-то поскидывал мое видео. Хотя я не знаю, откуда взяли они мое видео, как они его нашли. Они попросматривали, не знаю, что им пообещали. Но все пишут, что такой замечательный салон. И что я брехуха. И ничего там не было. И я наговариваю и на салон, и на девушку. Девушка прекрасный мастер. И у всех положительное впечатление. И никаких проблем никогда не было. И прямо, а я такая негодяйка, и вообще вы хотите прорекламировать свой канал. И что это я сама себе волосы и кожу головы спалила своими масочками. И рекламируйте свои масочки. Но не надо делать себе пиар на хорошей репутации других салонов. Ну все, короче, в таком духе. Ну да ладно. Не будем о печальном. Если честно, я зла на них не держу. Получилась ситуация. Так получилось. Будет не урока. Мало того, что я решила сэкономить. На этом не экономить нельзя. Хотя у меня сейчас руки трусятся, потому что мне реально обидно. Потому что у меня до сих пор болит кожа головы. И я никому не пожелаю попасть к такому мастеру. И чтобы ни одной из тех девушек, которые мне писали гадости, не было такой печальной ситуации. Девочки, еще хотела вам задать вопрос. Как вы считаете, есть разница между дорогими салонами и более бюджетными вариантами? Как по мне, мастера везде одинаковые. Может и в дорогом салоне вам попасться не очень хороший мастер. И спалить волосы кожу головы, и испортить вам волосы. Также и в недорогих. До этого, возле дома, я ходила уже в самый обычный салон. Даже парикмахерскую. И я осталась очень довольна. Единственное, почему я не пошла повторно. Я повелась, что в этом салоне есть полировка. И полировку я вам категорически не советую. Потому что я читала, и слышала, и видела много негативных отзывов. И убедилась, что эта процедура абсолютно бесполезная. Во-первых, она забирает объем с ваших волос. Волосы все равно через время будут сечься. И еще в большем количестве, чем ранее. Поэтому не советую. Это просто все развод на деньги. И второй вопрос. Напишите, пожалуйста, было ли у вас такое, чтобы вам спалили кожу головы в салоне. Или испортили волосы. И ни в коем случае я не наговариваю на всех мастеров. Конечно же, есть замечательные профессионалы. Мастера своего дела. Но, к сожалению, есть и горе мастера, которым просто не дано укладывать, делать покраски и ухаживать за волосами. Просто это не их стезя, не их профессия. И последний вопрос. Есть ли у вас такое чувство вины и чувство неудобства, когда вы приходите в салон? Вот у меня есть такое чувство, и оно меня никогда не покидает. Потому что, приходя в любую парикмахерскую, в любой салон, я чувствую, что я мало того, что сама мучаюсь с волосами, я уже привыкла, я знаю, как за ними ухаживать. Но я еще нагружаюсь своими длинными, густыми, волнистыми волосами и другого человека. И я понимаю, что им тяжело. И видно, из-за этого они хотят быстро избавиться от меня, подстричь абы как, высушить горяченным воздухом побыстренько. И все. И отправить меня домой, получить денежки. И, кстати, за эту процедуру я платила. Я не просила у салона никакого возмещения на лечение. Хотя уже на пантенол я так прилично потратилась. И я заплатила им, не устраивала скандал. И все равно, получается, оставила после себя негативное мнение. Может быть, не стоило вообще снимать видео, но я считаю, что я сделала все правильно. И чтобы люди знали, что есть такой салон с мастером. И что может быть такая ситуация, что вам спалят кожу головы и испортят волосы. На сегодня это все. Еще раз вас поздравляю всех с 14 февраля. Хочу закончить данное видео только на позитивной нотке. Сейчас пойду готовить кушать. Любимому. Я вообще, если честно, не сильно люблю готовить. Это не мое. Но иногда я это сделаю просто с огромной охотой. И специально для вас засняла небольшой рецептик моей обожаемой пиццы. Девочки, делаю пиццу для Леши в дорогу, потому что он сегодня уезжает в командировку, чтобы не проголодался до утра. Обожаю этот рецепт. Он элементарный. Берем 3 яичка. 5 столовых ложек сметаны. 4 столовые ложки майонеза. И 9 столовых ложек муки. Вот и весь рецепт теста. Размазываю по противню. И потом выкладываю, что мне нравится. Здесь у меня лучок, грибочки, колбаски и сырок. И отправляется это все в духовку всего лишь на 10 минут. И пицца готова. Пицца называется Минутка. Кому интересно, можете посмотреть рецепты ее в интернете. Все, прошло 10 минут. Пицца готова. Пускай немножечко постоит, остынет. Я ее порежу на кусочки. И можно кушать. Приятного аппетита! Девочки, если будете выпекать такую пиццу, то обязательно напишите, как вам понравилось, не понравилось. Но я уверена, что она вам понравится. И вы будете так же постоянно ее печь, как и я. Причем это занимает все минимум времени. Пока пеклась пицца, я как раз выпила латте. Мне нравится в данный момент вот такое латте карамель. Три в одном Якобс. И скушала свои любимые Рафаэлки. На сегодня это все. Всем пока, мои дорогие. До новых встреч. Счастья вам, здоровья, красоты и любви. Субтитры сделал DimaTorzok